1. Ежегодный план основных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Ежегодный план основных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Ежегодный план основных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Ежегодный план основных мероприятий по защите населения и территориям чрезвычайных садов. В чем суть данного плана? Данный план составляется из самого названия следует. Каждый год, то есть руководство гражданской защиты объекта ежегодно составляет план, в котором перечисляют все мероприятия, которые должны быть проведены в текущем году по различным направлениям обеспечения гражданской защиты на этом объекте. И в конце года подводится итог, что сделано и как повлияло это на функционирование объекта железнодорожного транспорта. Второе. Это план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В чем различие этих двух планов? План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В чем различие этих двух планов? Как вы считаете? В этом и втором? Да. Я эти вопросы задаю не для того, чтобы вас унизить, оскорбить, а для того, чтобы уяснить. Вы поняли, о чем идет речь? Или для вас это все одно и то же? В чем различие первого плана от второго или второго плана от первого? Или это одно и то же? Первое это общий план. Руку встали и положили. Так. На первом это ежегодные планы, это все планы, которые фокусы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Неправильно. Садитесь, пожалуйста. Руку встали. Руку встали. Так. Все внимательно думаем. В чем различие? Пожалуйста. Первое это то, что там они каждый год устроят, а второе это когда вот это случилось, они уже планы здесь и разрабатывают. Чуть-чуть неправильно. Садитесь. Итак. Первый план. Мы сказали, на год расписываются мероприятия, которые должны быть осуществлены для того, чтобы организовать гражданскую защиту на объекте. А второе, как должны действовать все структуры объекта в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Что в случае возникновения пожара делается первое, второе, третье, десятое. В случае крушения на перегоне делается первое, второе, третье. Последовательность. Какие силы и средства. Все это расписывается. То есть, если первое это мероприятие, то план действий. Видим? План действий. Вот поэтому он называется. Если первый план мероприятия, то второй план действий. Как необходимо будет действовать всем силам и средствам гражданской защиты в условиях возникновения или предпосылок, кто или иначе изучает ситуацию. Кто не понял? Уяснили, да? Третье. План обеспечения повышения устойчивости работы объекта. План повышения устойчивости работы объекта. Теперь возникает вопрос. А в чем различие первого плана и третьего плана? Вспоминайте, как мы уважаемого товарища выбережья, да? Да. Я не толкал, я не толкал, я воздействовал. Да, воздействовал. Культуру вы путем? В чем различие между первым и третьим планов? Все документы, которые должны готовиться на каждом объекте железнодорожного плана. Так, пожалуйста. Первое – это на все объекты, а третье, допустим, на один объект. Отсадитесь. Значит, вам это трудно воспринять. Итак, ежегодный план «Остановленный проект по защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций». То есть, мы когда говорим об ежегодном плане «Остановленный проект по защите населения территории от чрезвычайных ситуаций», мы расписываем, что в течение года необходимо сделать по этому вопросу. «Остановленный проект по защите населения территории от чрезвычайных ситуаций от чрезвычайных ситуаций. А когда мы говорим о повышении устойчивости, мы основную деятельность по каким направлениям? По тем технологическим линиям, которые специфически обладают этот объект. Это, допустим, подвижной состав – это одно направление. Система связи – это другое. Значит, система коммуникации – это третье. То есть, когда мы говорили, когда ввели речь о повышении устойчивости, что каждое направление или система, это функционирующая на объекте, она должна повышать свою устойчивость. То есть, здесь речь идет в основном по технологическим направлениям деятельности. Кто не понял? Понятно или еще раз объяснить? Следующее. План эвакуации. Независимо от того, сколько человек у вас работает, что как, в соответствии с оценкой возможности чрезвычайных ситуаций, должно быть разработан план эвакуации. 10 человек работают на этом объекте. 100 человек работают. Или тысячи человек работают. План эвакуации, как правило, согласовывается с структурами МЧС и Хакимят. Потому что Хакимят районы определяет, откуда, из города, каких людей вывозить за пределами города и представляется соответствующие пункты временного расселения. Это делается не только на случай чрезвычайных ситуаций, но и введения военного положения. Потому что противник будет в первую очередь наносить удары по административным центрам и населенным пунктам. Поэтому население рассредоточивается в отдаленные населенные пункты или даже на место. И следующее. План гражданской защиты объекта на особый период. Имеется ввиду на военное время. И этот план, как правило, является секретным и хранится отдельно от остальных четырех документов. Вопросы есть по планированию? В качестве специалистов участка разработки указательного банка является. Это должно стоимость отвечать за ведение работы по гражданской группе, руководители эвакуационной комиссии, руководители спасательных групп, председатель комиссии по повышению устойчивости объекта, руководители группы связи и информационного обеспечения, руководители группы поддержания готовности защитных сооружений, руководители группы поддержания общественного порядка, руководители санитарной дружины и так далее. То есть в разработке планов, всех планов, которые мы записали, принимают участие те специалисты, которые занимают соответствующие руководящие должности в структуре команд, формируемых в рамках гражданской защиты. Потому что они глубоко знают эту проблему и могут на основании нормативных актов разрабатывать соответствующие другие. Разработка планов гражданской защиты объекта включает себя в четыре основных этапа. Итак, запишите. Этапы разработки планов. Этапы разработки планов. Этапы разработки планов. Двоеточие. Первый этап. Сбор, обобщение и оценка исходных данных. Первый этап. Сбор, обобщение и оценка исходных данных. Первый этап. Сбор, обобщение и оценка исходных данных. Пенсия. Пенсия. Обобщение. Обобщение данных. Второй этап. Практическая разработка плана и оформление прилагающих документов. Третий этап. Корректировка взаимосвязанности, запланированных мероприятий. Четвертый этап. Доведение плана до исполнителей. Четвертый этап. Доведение плана до исполнителей. То есть, само планирование, разработки плана, это не просто всем написал и все готово. Нет. На первом этапе плана надо собрать исходные данные, которые потребуется использовать при составлении плана. На втором этапе. Это разработка самого плана и прилагающихся к нему сопутствующих документов. Третий этап. Это проверка. Все эти мероприятия взаимосвязаны между собой, чтобы именно был комплексный подход в решении вопросов гражданской защиты. И четвертый этап. Это когда план не просто бумага, план руководства действий. И поэтому все, кто принимает участие в мероприятиях по гражданской защите, должны знать четко свои функции в ходе выполнения мероприятий по обеспечению гражданской защиты. Итак, мы сегодня с вами рассмотрим важный вопрос, относящийся к организации гражданской защиты на объектах железнодорожного права. От умелой организации данной деятельности в будущем будет зависеть успех действий всех элементов гражданской защиты, обеспечивающих постоянную готовность к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. У кого есть вопросы по сегодняшней лекции? Кому что непонятно, какие есть замечания по ведению мной лекции? Есть замечания? Если нет, всего хорошего, до свидания. Я не проверил последний. Ну, очень если интересусь, подойдите, я вам да, посмотрите. Пожалуйста. Я потом вам виски сами отдам.